Дубровский синдикат Да, я купил эту Феррари Сейчас она оценивается примерно в 8 миллионов рублей И уже сегодня я могу ее проиграть Помимо Феррари есть еще одна секретная тачка И 30 разных классных призов Разные популярные люди будут играть в простые игры Кто выиграет, тот делает прокрут на колесе фортуны А сегодня мы с вами едем на Фуре к нашим гостям Поехали! Фура на месте! Ну что, встречаем наших гостей? Так, первый участник Саша Стоун! Ну здравствуйте, ребятушки! Привет, дорогой! Как ты? Кучу лет, кучу лет я ждал Я ждал этого шанса, момента Вот он настал Так, тебя представить как боец Артист Просто Саня Просто Саня Певец Все, что можно Хороший человек Вот Реально хороший человек А, кстати Теперь у нас будет два участника Они будут биться друг с другом Итак, второй участник И это не Кирилл Сарычев Несмотря на то, что это Dodge Ram Это, короче, хозяева Снова Но другой участник Не который у нас был на контейнере Илья Иксайл Здравствуйте Я взял с тобой поддержку Влад Я надеюсь Влад у нас открывал контейнеры Я не то, что вы напрягаете Я просто, типа Это сейчас решит Типа Все В клубнику засунул я В клубнику Куда все ушли-то? Вы где? Вчера вспоминал всю школьную программу А у нас так Вот я Окей Карнавальная маска Случайно 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 Вы что, реально там Феррари Ты не прикалывался? Нет, конечно Когда ты написал, я думал, это прикол У меня, говорю, планов сегодня домой на ней выехать А тачка секрет? Ну, секретная тачка Ну, если ты ее выиграешь Если она тебе выпадет, то можешь открыть, конечно Капец тебе респект за такую историю Что ты делаешь Спасибо Я смотрю из выпуска в выпуск И думаю, когда ты, типа, остановишься? Думаю, ну Слушай, я рассуждаю по теории вероятности Ну, вообще, говорю То, что когда зубы сегодня чистил Я как-то раз к другому блогеру Ходил на съемки, выиграл айфон Чистил зубы и такой Выграю айфон И выиграл Вот сегодня чищу И думаю, Феру не выиграю сегодня Заклеен номер Все, это значит, что этого подарка нет Слава Бустеру уже забрал этот подарок Вот этот и А, вот этот он забрал И если выпадает вот на эту наклейку То человек может выбрать Справа или слева приз Ну, то есть, либо 21, либо 23 Вот Но с Феррари, конечно Так не работает Потому что это будет очень легко Представляете, если вот мы 15 заклеим И нужно будет выбрать Либо 14, либо Феррари Но, конечно, нет Чтобы выиграть знак вопроса Или Феррари Колесо должно прям выпасть Вот прям вот четко Вот так Но это, кстати, реально У нас уже многие крутили и выбивали Конечно же, вы понимаете, что я не хочу, чтобы вот у нас второй ролик сейчас мы снимаем Если я на втором ролике просру Феррари, то это будут прям жесткие минуса Понимаешь, там несколько миллионов там Вот Ну, а если вы играете, то понятно дело, что вот получите И порадуешься Путь Я порадуюсь За вас я порадуюсь Я просто зову сюда тех, кому я реально выражаю респект и вот прям Спасибо Любовь Спасибо большое Да Вам спасибо Я тебя тоже любим очень Круто Так, ну что Начинаем Ебаню подготовились просто Как на телеке прям Вот карточки Это просто вариант ответов Первый, второй, третий Я буду задавать вопросы И вам нужно будет Выложить карту Я понял Соответствующую Варианту ответа И у кого будет больше правильных ответов Тот делает прокрут На колесе фортуны И забирает какой-то подарок И может выпасть Феррари А, то есть А у нас всего один прокрут Ну, вы играете в три разные игры Сейчас в первую игру играете А, все, понял То есть будет три прокрута Три прокрута Сначала думал, что я Феррари забираю Но я смотрю на телескоп Как будто я с телескопом уеду Домой Да, у меня стоит дома телескоп Продолжите фразу Что за тяги такие бархатные Бархатные тяги, ребята Уф Бля, что за тяги Такие бархатные тяги, ребята Фуф Вариант первый Кайф мене Вариант второй Пак мене Вариант третий Кефтеме И четвертый Кейф мене Я понял, я понял Я вчера вспоминал всю школьную программу Разбирался в автотематике А нужно было всего лишь тяги А у нас так вот Окей, окей Вот так вот Я думаю, счет 1-1 Можно даже не переворачивать Смотрим Итак Три Да, правильный вариант Кефтеме Кефтеме Второй вопрос Очень сложный И очень провокационный И для многих подписчиков Сейчас они такие Что? Где Синдикат Снял Постанову? Та-да-да-да Вариант один Ролл-стройс в сарае Настоятельно Настоятельно Как сказал владелец Он один в России В смысле один? Он единственный В России нет больше таких Вариант два Открылся капот на скорости Бля 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 Просто П*** Ешь Вариант три Корвет в пыли Знаешь, что? Мы находили тачки в пыли Но чтобы такая машина И в такой пыли С такой паутиной Реально, такое бывает Только в фильмах Либо в каких-то играх И вариант четыре ДТП на Мерси Вот где мы Сняли постанову? Ты уверен? У тебя есть уверенный ответ? Ты сомневаешься? Нет уверенного ответа Я вот тоже сомневаюсь Стоп, подожди Это получается Вы до этого не признавали То, что это была постанова Давайте так скажу У нас вообще Табу на постановы Ну реально Но единственный Грешок у нас был На рандом чисто сделал? Нет У меня ощущение, что я корову проигрываю Сейчас, понимаешь? Ребята И причем я смотрел все эти выпуски Они нифига не выглядят Постановочно Ты меня вообще расстроил Сейчас, понимаешь? Но, но Один раз было Ну реально Он меня определенно симпатизирует Он говорит Я все смотрел За это, как говорится Respect Слушай Пусть, пусть, пусть Пусть рандом Не знаю Не уверен Смотрим Открываем Опа Никто не угадал Счет Второй Один-один Да, правильный вариант Номер два Реально? Да И, ну, на самом деле Это не как бы Не совсем постанова Капот реально открылся Но не на камеру Он открылся до съемок И мы такие Сука, ну это же Почему у него Открыться на камеру И мы просто ее повторили Это еще раз И мы сейчас ставим Исходник Как это было Ну там Моя игра актера Я считаю Просто затащила Я так отыгрывал Просто, прикинь Я такой Еду на машине О, блядь А там ничего не происходит Капот открылся Блядь Че, мне прямо играть, да? Да, да, да Раз Скажем Постанова Постанова Блядь Блядь Что ж такое-то Блядь 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 Да ну нахрен Саня, там где я говорю Много раз, блядь Я думаю, что надо будет Вставить ту речь Блядь Все, не, давай с одного Блядь Просто пиздец Оскара в студию Я полудня рисовал этот капот Саня, подрисовал капот Что он реально открылся И там хрен кто догадался Вот, ну да Был грешок Признаем Ну это не совсем грешок Это произошло на самом деле Вы просто повторили ситуацию Мы просто думали Ну блин, ну как Как такое может пропасть Ну да, с точки зрения блогера Я тебя понимаю Насколько это обидно Потому что это не записалось Да, да, да Ну ладно Один-один по-прежнему А теперь давайте поиграем с вами Выбирайте карту Я бы рекомендовал выбрать сегодня Вот эту Тинькофф Платинум Она позволяет экономить и зарабатывать Для управления этой карты Вам нужен всего лишь паспорт И минута свободного времени И эта карта даст вам такие возможности Кредитный лимит до 700 тысяч рублей Кэшбэк до 30% Который ты можешь потратить На оплату ужина в ресторане Билеты на поезд Коммунальные услуги И много всего прочего То есть, представляете Вот вы оплачиваете этой картой Какие-то покупки, да Получаете большой кэшбэк У вас там накопилось, например 5 тысяч баллов 5 тысяч рублей, да И взяли и на коммунальные услуги Потратили эти деньги И у вас еще хватило на обслуживание этой карты Рассрочка 0% до 12 месяцев На любые покупки Вы можете делать переводы Бесплатно До 50 тысяч рублей в месяц На карты любых банков И вы можете даже на дебетовую карту Закинуть деньги Пойти и снять их Вы получаете быстрое решение О выдаче карты И вам ее доставляют Прямо в тот же день Когда вы ее оформили Все, ребят Переходите по ссылке в описании И оформляйте карту Синько Платином И пользуйтесь этими денежками Ну что, следующий вопрос Назовите фамилию главного героя Фильма «Брат» Вариант 1 Данила Бугров Вариант 2 Данила Бодров Вариант 3 Данила Багров Вариант 4 Данила Буйнов Второй Бодров И Багров Второй И Бобров еще Второй Бодров Третий Багров Сука В чем сила, брат? В ньютонах Услышал Он реально готовился вчера Я готовился к этому Что, смотрим Бам И Саша оказался прав Это Данила Багров Фамилия Багров Данил Сергеевич Багров? Господи Короче, Сергей Я тоже думал второй Актера зовут Сергей Бодров Да А он играл роль Данилы Багрова Вот такая вот Вот такая игра слов Что мне не купил муж? Первый вариант Кольцо с бриллиантом Второй Тачку Третий Сумку Четвертый Ролексы Сейчас Ну ты давай, давай, давай Накидывай Муж купил Муж купил Мне муж купил Так Или я уже сделал свой выбор Ты знаешь, что тут песня? Да Это муж Муж купил Эту сумку Муж купил Ааааа Знаю Все Точно знаю Я очень уверен Ну да ладно Раз, два, три Да Саня снова оказался прав Да блин Я Яр и фанат Тайны поклонник Стасанки Тачку Да, был правый ответ Тачку Эту сумку Мне муж купил Эти роликсы Муж купил Кольцо с бриллиантами Муж купил Муж купил а тачку ты не купил я купил следующий вопрос какое отчество у Саши Белого первый вариант Александрович второй Сергеевич, третий Николаевич четвертый Витальевич опа вот это молодость можешь еще рожать варианты Александрович, Сергеевич, Николаевич Витальевич Белого Александра итак смотрим правильный ответ я конкретно потому что он Сергей вот поэт так и ответил кто Сергей? Александр Сергеевич? Пушкин? пожалуйста, ты на меня так посмотрел ладно правильный вариант три понятно а вы вырежьте, пожалуйста это фамилия, имя, отчество Белов Александр Николаевич 69-й, Москва кто у нас ответственный за счет? это вот сюда вот он по сапорту вот он по сапорту сейчас у нас будет вопрос все, внимание на девочек так у кого из них не бьющиеся волосы? ну не у них сейчас, а то что они покажут у кого из них не бьющиеся волосы? вариант один Вин Дизель вариант два Дуэйн Скала Джонсон да ну нафиг вариант три Дмитрий Нагиев и вариант четыре Жекич Дубров дюкан волосы налет ворона ну ха 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 Мы просто с ним общались раньше. Все линии у него кудрявые были. Про Нагиева? Нет. Или ты со Скалой общался раньше? Да, общались раньше. Я не знаю, ну это рандом какой-то. Да, прям чисто рандом. Итак, у кого были прямые волосы? Вин Дизель? Вин Дизель, да. Когда-то он был кучерявым. Скала Джонсон, он тоже кучерявый. Потому что видишь, они вообще как будто одной национальности, да? Да, вот ты уже поручился. Ты поручил кого-то из них? Нет? Кто знает. Третий вариант это Дизель Альми. Кучерявый парень. И с прямыми волосами Жекич Дубровский. Никто не угадал. Правильный вариант. Четыре. Жекич Дубровский. Единственное с прямыми волосами. Я думал, я думал, ты всегда лучший был. Так, вам нужно угадать, у кого из них набиты купола? Вы что, серьезно? Подожди, ты веришь, что могут девушки быть? Как будто это было бы смешно, что это у девушки. Но... Как будто это девушка. Ну как будто бы, да? А вообще мы должны советоваться? Я не знаю. Сидикат такой разнообразный. У кого-то купола. И мы что? Ну что, ебанутые с тобой? Нет, мы с тобой вполне себе адекватные люди. Купола же тоже, ну типа, их же можно по-разному подать. Ну да, но это же не обязательно прям на спине, прям полностью. Может быть просто она такая, блин, хочу купол себе на плечики. Аккуратненько. Видите купол у меня будет такой, типа. Окей. Мне только потом сказали, что если на сутки посадили, не обязательно их бить. Да? Если это будет у девочек, я ну типа, я офигею просто. Я прям... Интересный вопрос. Я не буду подсказывать. Сказать нельзя. Боже, почему у меня такой тупняк в голове? Либо здесь прям, ну... Я дал ответ. Ты дал уже? Либо очевидно, либо подвох, да? Либо очевидно, либо подвох. А хотя, что очевидно? Кто-то из них реально выглядит как, типа, человек, который может... Все, вы дали ответ. Хорошо. И так. Смотрим. Да! Ты зарандомил? Как вы угадали? Ты серьезно? У Маши набиты купола, реально. В рот. Вот это поворот. Золотые купола, душу мою радую. А, вот там... Человека на спине... А, на руке. Ну да, такие маленькие, но купола. Блин, я заметил просто вот эту маленькую татуировку. Думаю, ес! Скорее всего, правильно отвечу. Ты зарандомил. А, и что у нас счет? 4-2? Да. Как насчет обзора на ногу? Маша, тебя дома щемят? Нет, я ее щемлю. Магаз гоняет тебя? Магаз? Чисто. Магаз с куполами. Пошел. Не, на самом деле, иногда боюсь ее. Ее Вадим называл... называл... называл питбуль с бантиком. Типа, выглядит мило, но пизды даст. И так, следующий вопрос. На каком канале больше всего подписчиков на ютубе? Вариант первый. Т-сириас. Вариант второй. Маша и Медведь. Третий. Мистер Бист. И четвертый. Пьюдипай. Почему ты вытащил карточку раньше, чем он даже третий-четвертый вариант назвал? Да я бы задумался. Еще раз можно? Т-сириас. Кто это? Маша и Медведь. Мистер Бист. Пьюдипай. Мистер Бист. Пьюдипай знаю. Маша и Медведь тоже понятно. Маша и Медведь. У них там миллиардные просмотры, но подписчиков не так много. Ты вытащил карточку раньше. Да я знал, какие будут варианты ответа. В смысле? Он жук. Ты подрядовал? Кто? Что за первый канал? Я не знаю, кто это. Я ничего не буду говорить. Я на куполах уже потерял свой балл. Да ну это жесть. Но это будет рандом, потому что я не знаю, правда, кто первые, кто это такие. Ну давай. Рандом. Смотрим. Правильный ответ под номером 1. Я клянусь, я в последний момент подумал за то, что он карточку рано вытащил. Думаю, блин, зачем я достал карточку? Да, испалился. А что это за канал? Индийский канал. Индийский канал. Там, видимо, какие-то треки, в основном музыка какая-то. Сериалы. Ты это не сделал, я бы третью положил. Блядь. Я тоже удивлен был. Там же PewDiePie батлился за первое место с T-Series. У него даже трек был. Бывай, ну давай, T-Series, ты походу ищешь драмы, раз уж так попробуй эту бич лазань. Типа бич лазань или как-то так назывался. А кого больше, мистер Бицца или PewDiePie? PewDiePie 111 миллионов, мистер Биц 146 миллионов, Маша и Медведь 42 миллиона и T-Series 240 миллионов. Прикиньте, 240, это как вообще? Ну вот просто для Илюхи именно этот вопрос был, ну вот точка роста. И он просто взял, не надо было выгнуться, сразу положить эту карточку, сука. Куда ты цоропишься? Куда? Не надо торопиться. Успокойся, пожалуйста. Работай мирно, тихо. Следующий вопрос. Какого цвета у меня глаза? Да ты гонишь? Давай просто отодвинем. Давай. Голубые, зеленые, карие, черные. Черные? Голубые, карие, зеленые и черные. Ладно, давай. Голубые, зеленые, карие, черные. Голубые, зеленые, карие, черные. Куда все ушли-то? Вы где? Ну и что, блядь? Что мне открывать? Я понял, что все. А где вариант ответов-то? Ладно, какие еще раз? Голубые, зеленые, карие, черные. Голубые, зеленые, карие, черные. Голубые, зеленые, карие, черные. Итак, правильный ответ. Правильный ответ. Карие? Черные? Зеленые? Какой глаз у тебя? Это карие? Я просто не знаю, я черный, ну вообще не было такой квалификации. Черные, ладно. Карие, карие. Карие, да. Итак, Ты угадал, да? Я карие. Да. Бал, спасибо. Следующий вопрос. Какой размер колес у этого гелика? Это кто? Нурминский. Понял? Шарик. Теперь у нас игра усложняется, короче. Вам сейчас нужно схватить карту, которую считаете нужным. Ну, ладно. Итак, правильный ответ. 22. Ес! Сейчас сравнялся. Не может быть. Как 22? У них в базе... Это ж старый гелик, срань господня. Откуда этот гелик вообще? Из клипа. А как там поется? Не помнишь? Там точно не было строчки про 22 диски. Были. 22. Ладно, подсказка была. Счет. 5-5. Блин, они снова сравнялись. Вообще жесть просто. Вот это уже интересно. Болт маленький, а в жопе тесно. В какой из частей форсажа не снимался виндизель? Форсаж 1, форсаж 2, тройной форсаж токийский дрифт, дрифт, форсаж 6. Блин, я не понимаю. В какой из частей не снимался виндизель? Надо просто схватить эту карту, подожди. Но они тупят. Какой уже везде снимался? А вот и нет. Вспомните. В смысле он в конце там самом, когда типа он подъезжает и он выходит и он сидит на парковке, где они там были. В самом конце, в тройном форсаже. Короче, там он уехал от них. Он там уехал. Счет 5-5, потому что никто из вас неправильно ответил. Он везде снимался? Во втором он не снимался. Как? Вспомните вторую часть форсажа. Там реально не было виндизеля. Там реально не было виндизеля. Всем кажется, что он там был, но это видимо такой ход. Офигеть. Потому что это как бы вторая часть, это продолжение первой. И типа все думали, что он там был, а его там не было вообще. Хопс ушел даже типа отдельно, не как форсаж. У нас даже Антон рассказывал историю вообще вот этого всего, почему виндизеля не было во второй части форсажа. Когда они первый фильм отсняли, по-моему они считали, что он не супер круто зайдет. И что они прям много не заработают. И на второй форсаж дизель типа сомневался, надо ли. И потом он еще сумму такую назвал, типа приличную. За съемки я хочу вот столько-то. Поэтому снимали без него, а уже в третьей части он начал появляться. А начиная с четвертой части он уже начал под себя всю франшизу подминать. И денежки зарабатывать. Так. Сколько букв в слове Владивосток? Вы прям вообще не думая это сделаете? Да, он просто потянулся. По-моему я просрался. Нет, он что-то считает. Я не буду считать. Я угадал. Да, ты угадал. Так он взял 12, я понял, что ну 10. Так нет, ты потянулся первый. Куда? К 11, да. Ты забрал правильный ответ. Мне не осталось. И так как у паспарту не хватает пальцев. Шесть. Пять. Ты сломался? Я выставил руку и расстроился. Так он чего-то не хватает. Выйдет пальцы. Следующие карточки. Сколько в месяц получает Жека Дубровский? Сто тысяч долларов, пятьдесят тысяч долларов, пятьсот тысяч долларов и миллион. И вопрос звучит так. Сколько денег дает Хесаям? Ес, 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 ес. Ну что, мне надо брать какую-то карточку просто так типа. Можешь просто смириться с поражением. А сколько ты взял? Ну да, да. А ты в курсе? Вы все в курсе, да, что такое Хесаям? Да, в GTA, конечно. В GTA San Andreas код на деньги. Двести пятьдесят тысяч долларов он дает, да, ты. Дуб, получается, что у нас? Шесть, шесть. Да как такое возможно? Ну кто-то должен выиграть? Точно Феррари должен забрать, понимаешь? Если будет такая битва и реально мы заберем телескоп, блять, ну все. Все, у нас два вопроса осталось. Да. Короче, просто вот так же две карточки. Вот. Да, да, нет. Может сразу возьмемся? И будь что было. Не хочешь? Давай на ЦУЕФА. И берем карточки без вопроса. Серьезно? Давай. ЦУЕФА. Погнали. Погнали. Считай вопрос. Значит, вопрос звучит так. Может ли пингвин назвать себя птицей? Ммм. Ес. Ну и тут как бы. Бля, а он сейчас слышит? Да. Уже не может. Ты так порадовался, что да? Ты да выбрал? Нет. Да, я выбрал, да. Ну смотри, как звучит вопрос. Может ли пингвин назвать себя птицей? А, ты имеешь в виду типа вслух? Ну назвать себя, как он может назвать себя? Ты че, а? Ну не понимаешь? Ну все же просто. Ты такой, да, я выбрал. Правильный ответ? Нет. Пингвин не может назвать, назвать себя птицей. Пингвин не умеет разговаривать. Пингвин не умеет разговаривать. Понятно. Ладно. Они и это продумали. Ух, умные. Умные, изворотливые дьяволы. И так, финальный вопрос. Неужели, а в чем мы ферном палам будем делиться? Если сейчас будет ничья, то мы что-нибудь придумаем. Но ты лидируешь. На один, на одну очко. Как это возможно, я не понимаю. Ладно. Был ли Олег Майами в Майами? Нет, он не был. Ты не успел. Я не успел. Подожди, а ты хотя бы был в Майами? Нет. Ну, все. Итак, поздравим. Ну, это только одна игра была. Будет еще две игры, да. Саша, 8-6. Саша Стоун выиграл первый раунд. Я первый раз в жизни на каком-то шоу хоть один раунд выиграл. Мы начнем с этого. А вот сейчас дальше самое интересное, что ты как раз выиграл. Мы посмотрим. Но есть одно но. Короче, вот вроде договорились с этой территорией. Нас вот сейчас отсюда выгоняют, потому что здесь какие-то проблемы. И, короче, нам нужно переместиться вот на соседнюю территорию. Короче, давайте переедем и крутанем колесо. Так, ну все, мы переместились. Для вас это одна секундочка всего лишь. Кстати, Дром. Феррари нашли мы на Дроме. Вот эту машину, которую под накидкой нашли на Дроме. Потому что там самые лучшие цены и очень много объявлений. Вот, цирка на колесах. Мы бродячие артисты. Береги Феррари как могли. Блин, я честно бы себе хотел. На Дроме нашли? Ну да, правильно. Их же вообще мало. Вы нашли все по хорошей цене. Я офигел. Так что тоже ищите машины на Дроме. Ссылка будет в закрепленном комментарии. Ну что, вот сейчас, блин, был дополнительный момент. Я вчера, реально, у меня на вечер какой-то мандраж был такой. А вдруг? Вот, а если? Ну давай, крути. Я тебе скажу, что никогда ничего толкового. Я вообще не выигрывал никогда никаких шоу, не съемок. Ну так, только это, посильнее, чтобы, ну прям. Ну типа, можно вот так, типа, раз и вот до Феррари. В любую сторону куда хочешь? Ну поехали, ладно. Если Фера выпадает, я домой еду сразу. Просто без... Бро, если выпадает Фера, мы все за мой счет едем в ресторан. Вот прям кайфовать, балдеть. Давай я не буду смотреть, типа. Давай. Санечка. О, офигенно. Ой-ой-ой. И кстати, даже сейчас, ой-ой-ой может быть. Не, 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 не. да иди сюда в баню блин ну чуть-чуть что это это 9 мы так очень быстро состаримся блин а то может быть такое что типа там ключ от фига папирус а это крутая вещь это почти телескоп только наоборот я забираю телескоп и мы едем что-то смотреть я звезды ты на молекул это дорогой профессиональный микроскоп я отнесу это в свою родную школу да да на куда там либо на биологию даже в школе таких нету это прям вот такой он прям серьезно ну слушай я навряд ли буду ну типа что я буду делать ну что посмотри там что-нибудь я мужики ну что пипиську свою нет если ты не видел до сих пор я уже смотрел забирайте отнесу школу блин спасибо классно у меня есть у меня есть микроскоп кстати знаешь что у нас же я тебе забыл сказать ну так я забыл ты можешь меня послать нахер а наказание наказание такое лайтовое у нас вот видишь есть ценный клад ящик просто что-то может положить бустер положил повязку свою опа я не знаю ты просто предупредил я с тобой что-то взял да я что-то забыл сам но я нашел очень смешную штуку которая на самом деле с моего ролика ты же ходил на фильм да помнишь там был момент оскар был нет фотографии у нас появилась проблема какая точнее сказать это человек вот фотографии это эксклюзивная фотография бустера в единственном экземпляре серьезно это очень ценно это вот смотрите уже там есть вот так я не знаю как такое совпадение может быть но оно вот такое вот что вы приличные пацаны даже вот в детстве вы наверно не стреляли по голубям да мы мы сами какие отморозки стреляют по голубям откуда это вообще мы делали сами рогатки но мы друг другу стреляли не стрелять мы будем короче по голубям курлык епта да курлык курлык вот это вот голубь наташа этот голубь виталий реально так и называются у них такие наименования если что сразу это не настоящий голуби это подушки в виде голубей вот если кто не понял королевская голубиная служба отчаянные сорвиголовы блин реально птица мертвая лежит чуде это чуть-чуть темно было даже я подумал что реально голуби сидят туда реалистичны сама чтобы ну вот это игрушки мягкие игру это не голуби еще раз говорю всем мы против насилия да я который 15 лет дерусь но это бои это официально официальное насилие по очереди стреляете у вас у каждого по 13 шариков кто больше собьет тот выиграл если таким ну попасть много будет неприятно это рогатка для рыбалки типа для спортивной рыбалки давайте на суефа кто первый начинает а мы так вот по очереди ну типа ну чтобы было честно хочешь можешь начать давай я начну оба рвакнулся как это вообще возможно примерно баллистику понял да я что не так делаю сейчас так что-то я не понимаю как почему так о 1 ну мужик в натуре снайпер да господи выше получать ниже брать вот да просто сколько можно я сначала подумал типа что-то мы слишком близко встали а потеря понял чем чем прикол попал но он не упал не упал даже так может быть ну да голубь да пошел вообще куда-то в бок улетел будет забавно если у нас закончится игра на 1-0 нет конечно из рогаток они так все стреляют вот сейчас молодежь конечно им не нужны вот эти вот знаете рогатки стрелять или там вот как мы с бустером забивали гвозди на самом деле сейчас все все вот так вот в интернете они такие деньги зарабатывают вот у влада куэртова на самом деле у него куча серверов по gta он на программирование по сути заработал там миллионы ты помнишь во сколько лет заработал первый миллион рублей миллион рублей заработал в 17 лет во сколько лет ты заработал свой первый миллион долларов в 19 лет наше время это очень востребовано и честно говоря вот я раньше пошел там на юриста учиться лучше бы я вот учился программирование почему потому что вот сейчас у нас есть сервер я понимаю что блин он приносит деньги не думать что если ваш ребенок много сидит за компом что это как-то плохо я считаю что самое главное чтобы это было направлено все в правильное русло и вот раз онлайн школа sky smart pro это вот как раз про полезное это онлайн школа для детей и подростков по программированию если вы несовершеннолетний еще то вы можете сами купить себе вот такой вот курс и просто стать реально крутым специалистом либо если вы уже вот мужик вот как я допустим да я уже в свое время этого не изучил но я своему сыну взял и купил курс по python это самый востребованный язык программирование так что будем пробовать что из этого получится в школе много направлений на разный уровень подготовки и на любой возраст это и онлайн игры и приложение и создание сайтов кстати по статистике свою первую игру ученики собирают уже через восемь уроков кроме уроков с учителем в школе постоянно проходят мастер-классы где ученики могут работать над каким-то общим проектом то есть как прям в полноценной эти компании и получается с первого занятия ученики сразу же начинают работать над личными проектами и эти проекты можно сразу же добавлять в портфолио и потом при трудоустройстве это будет играть значительную роль и кстати программирование отлично прокачивает английский язык на нем написаны все базовые команды все переходите по ссылке в описании и используйте обязательно промокод жекич он даст вам до трех уроков в подарок и причем учебу можно оплачивать в просрочку без всяких там банков и переплат вам сразу ее одобрят все зачем вы так много голубей купили на 15 косарей купили 20 голубей ну ты извини опа но вот 11 по одному голове боже мой я сейчас никогда в жизни не думал что у меня будут вот такие позы мимо двух просто насквозь пролетела ты решил прямо его позу использовать да вот это какая-то тактика молчаливая напряженная игра кто-то должен вырваться вперед это буду это считается да ты молодец такая ответственность тебе нужно попасть 21 вот чтобы выиграть ferrari тебе сейчас нужно папа я не то чтобы напрягаете а просто типа просто подумать что возможно это сейчас решит типа все и тебе нужно попасть вот так вот же решающий так решающий все сайт давай ну что илья выиграл два голубя подстрелил может попробуй последний раз а саня а вот еще одна есть последний давай конечно поэтому и закончили типа до такой как не другой раз но держи тебе подарок спасибо это тебе подарок у меня есть микроскопы гола все ну что я бля давай вообще потому что возможно есть если крутанешь и растоту уже можешь выявить какую-то технику про круто да знаешь на самом деле техники это как ты угадаешь ну типа это же вообще рандом крутится там оборотов не знаю там 50 делает а кстати ваня сегодня один раз крутанул у него ему ferrari выпало соответственно то чем я выиграл можете проверить что тут никаких грузиков ничего я то есть она отбалансирована все на заказ сделали нам зовем экспертизу которая оценивает эти колес колеса порту колес на экспертизу итак у нас 11 это 5 лет распаковывать не я там голуби вот эти ты открываешь там живые как на свадьбе вылетают такие члены надо открыть как тебя помочь ибо iphone Да! Знаешь, что самое смешное? До съемок я типа говорил, что я был у другого блогера когда-то, я выиграл у него айфон и сегодня проснулся с тем же настроением, как тогда, что я точно выиграл. Я как-то раз к другому блогеру ходил на съемки, выиграл айфон, чистил зубы и такой, выиграю айфон. И выиграл. Вот сегодня чищу и думаю, феру не выиграю сегодня. Ну ты прав. Вот четырестный айфон. Офигеть. А я пришел, знаешь, еще самое интересное то, что на днях вот мне Леша, кореш, разбил телефон. Типа я думал, что надо. Слушай, прям. Спасибо. Это сульфа. Сульфоносные подарки. Я все равно рад, что это не ферраска. Айфон забирай. Так, это наказание. Так, смотрите, короче, это лапы, я на них нормально работал, долгое время, чуть-чуть изношенные, но кайфовые. Пойдем. Тут там две? Ну да. В смысле, а кто-то будет на одну руку работать? Давай, давай потренируемся. А лапы надо уметь держать. Умеешь? Конечно, я держу лапы себе с 6-го. Нет, это честно, первый раз. Первый раз? Смотри, нет. Че сделаешь? Вот, задача. Вот так? Не-не, вот так. Вот сейчас. Попади, блядь! Ты че так неожиданно сделал? Давай. Поближе чуть-чуть. Вот так, давай. Адай, цик-цик, что делать? Цик-цик. Дышать легче. Папам. О, нормально, нормально. Колхозка на улице залетит, блядь. Блядь, ты че понял? Мне кажется, что я... Я иногда не контролирую, иногда... Мне кажется, что я тебе въебу сейчас. Не-не-не, бро. Улетают родные края. Ну надо ящику больше. Так. Бусор, прости, мы тебя немножко прикрыли. О, уже не вылезай. Все. Ребята, спасибо вам за поддержку, за ваши комментарии. Я вот читаю все комментарии, и я знаю, что вы все пишите. Возьмите подписчиков на контейнеры, на игры. И я подумал, ну да, да. А че нет-то? Но, мне кажется, если уж брать подписчиков на контейнеры, то это должны быть просто вот прям ярые подписчики, которые нас поддерживают всегда. И поэтому, я думаю, что логично было бы, чтобы вы были подписаны на все наши каналы. Давайте устроим вот такой вот, можно сказать, там конкурс, или как хотите, называйте. Вы просто переходите по ссылке в описании, и там будет ссылка на видос. И там я подробно вам расскажу, что нужно сделать. На самом деле, нужно просто подписаться на все наши каналы, и оставить под тем видосом в комментариях свой контакт, как с вами связаться. И рандомно мы будем выбирать среди вас тех, кто придет на контейнеры, может быть, вот на это шоу. И для вас это будет бесплатно. То есть, вы придете на контейнеры, все будут платить, вы будете это делать бесплатно. То есть, я лично за вас заплачу. Вот это прям хорошо. И это будет не один человек в одном выпуске. То есть, этих выпусков мы планируем там снимать, не знаю, может быть, там год-полтора, да неважно сколько, всегда мы будем приглашать кого-то из вас. По-моему, вообще, офигенная идея и для вас, и для нас. Там посылка в описании. Переходите и выполняйте вот эти вот простецкие условия. Просто подписаться надо. Пошел финальный раунд. И третий раунд, третья игра, называется у нас «Банка». Короче, вы выбираете букву, например, «Н». И вам нужно придумать предметы, назвать, которые поместятся в эту банку. Вы по очереди называете, кто затупил прям жестко и прям вообще ничего не может уже сказать, мы отчитываем там типа 10, 9, там 8, 7 и все, значит проиграл. В этой игре у нас будет три раунда, то есть три буквы. Мне кажется, будет честно, если типа Жека скажет просто букву какую-то. Давайте. Давайте буква «С», вот Ваня сказал, «С». Буква «С». И я запихнул в эту банку с...с...с..сардельку. Я, наверное, запихнул в эту банку...сушку. А я, наверное, в эту банку запихнул...с...смородина. Смородину. А я вот возьму и запихну сигареты. А, это нечестно. Курение вредит вашему здоровью. А я сигару. А ты сигару. Хорошо, а я, знаешь, я возьму и засуну туда вот... Смоленск. Смолу. 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 Сырник. Хорошо, ну а я смазку. Нормально. Скрытливо. Я бы, знаешь, что туда запихнул? Со смазкой даже лучше будет запихивать. Да, да, конечно. Мне кажется, время надо отсекать. Мне кажется, время надо считать, ребят. Время считать надо. Считать надо время, да? Мне кажется, да? Поехали. Поехали. Ну подождите. Шесть. Пять. Четыре. Сука. Три. Два. Один. Сука. По-моему, это победа. По-моему, это победа. Я все, блин, из башки вылетела. На самом деле, когда ты это смотришь, ты думаешь, какие дебилы. А вот когда ты находишься в такой стрессовой ситуации... Да, тогда это очень сложно. Когда еще отчет, когда тебе что-то говорят, ты просто все забываешь. Ну это когда, примерно, знаешь, у тебя одна пулька остается, вот, когда попасть долго, и тебя начинает нагнетать, что вот, как бы, Феррари, вот, понимаешь, да? Я не то, чтобы напрягаю тебя, просто, типа, просто подумаю, что, возможно, это сейчас решит, типа, все. Буква К. Что, я начинаю? Ну, ты в тот раз начал, когда вы ели. Давай, картошку. Ты картошку такую засунул, а я, знаешь, возьму в эту банку и засуну, вот, ну, например, эээ... Что-то, что-то засу... А, короче... Крем. Крем, крем. Крем. Крем, крем. Крем, крем. Чтобы отчета не было, надо говорить. Крем. Крем. Я, наверное, понял, вот, прям, вот, прям, вот, прям, подемонстрирую. Я возьму туда и камешек. Камешек? Слушай, камешек ты взял, вот, и засунул, да, в банку? Я вот в банку эту беру сейчас, просто, вот, взял я ее, да? В голос. И, как, вот, взял и засунул туда, вот, например, карамель. Понимаешь? Почему бы и нет? Почему бы, ну, не засунулся? А я, чтобы все это слиплось, клея налью. Клей ты налью, понял? А я вот взял, у меня вот сестра младшая, да, вот, кроссовку у нее маленькие взял, взял, вот, засунул так вот, понимаешь? Кроссовочек. Кроссовочек, понимаешь, взял и засунул. А я, ну, конечно, не сочти за грубость, но вот возьму и косичку у твоей сестры. Так, все, Полик. Ну, тогда, Пол, я, ну, у тебя возьму, вот, подною, без камеры, вот, колбасу возьму, отрежу, вот, засуну, понял? Ладно, ладно, справедливо. Ну, вот так вот получается. Ну, тут другая колбаса, если что, просто колбаса. Докторская, да, нормально, да. И опять все слова. Опять, да, и, давай, давайте. Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять. Я возьму маленькую колоночку, колоночку, такой, джебель, знаешь, такого. Надо сюда не поместить, я базарил. А вот знаешь, вот такая продолговатая, она туда залезет. Я уверен, не залезет. Она залезет, такая, джебель, пульс, там, типа, сколько. Ну, я готов поспорить, что она не залезет, но я пусть, 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 ладно, хорошо. Мне можно вообще уйти. Тогда я взял просто, взял, взял вот маленький кораблик, понял? И вот так взял и положил, понимаешь? Да, понимаешь, после колбасы до банки уже сложно рассуждать. Это я понимаю, конечно. Знаешь, ты, ты, как бы, начинаешь перечитать все слова, но они уже все были. Конечно, конечно. И колбаса, знаешь, и кораблик был, и десять было, и уже вот девять было. Девять, окей. И восемь, восемь, семь. А знаешь, а я возьму и киви туда. Опа, а я возьму и киндер туда. И десять. Раунд. Девять. Один. Увать. Курочку. Сюда положить. Какую ты курочку сюда положишь? Объясни мне. Кусочек курочки. Кусочек курочки? Кусочек курочки. Ну, кстати, кусочек курочки подходит. Кусочек 2К. 2К. Ну, ладно, даже если курицу при желании, можно ее как-то вот... Просто ее через... Проботай с блендером. Хорошо. Выбираешь самую небольшую курицу и вот так вот ее... А я возьму клеймо, понял? Вот это вот из асу. Клеймо? Клеймо это как будто вот оно... Ну, оно может быть маленькое клеймо. Клеймо, это письмо, понял? Клеймо. Хорошо. А я возьму и колу туда налью. Колу туда нальешь. Вот так вот. Вот так вот. А я возьму вот кедр. Вот корень кедра. И вот сюда засуну. Корень кедра? Да. А я корень просто. Я вот знаешь... Вот уже без шуток. Знаешь, берем банку эту все вот так вот. Взяли мы и засунули сюда просто... Кандибобер. Это такой головной убор или, подожди, это головной убор? Ой, ну, кандибобер. Красный. Красный. Что еще красный есть? А вот, ну, понимаешь... Такая наклеечка типа на напитке. Колу. Ты же сказал, что нальешь такую... Зачем повторяешь эти же слова? Ты же думаешь, дурак я, что ли, совсем? Мы что, и собрались, а? Хотя-то он ее нанил, а потом бутылочки поставил. Что-то было. Десять было, ребята. И девять уже было. Знаешь, такой камешек есть? Кремень. Туда же. Кремень, ага, отлично. Ну, слушай, ну, после кремня что? Можно взять банку, да? И у нас уже здесь раз. И засовываем туда просто... Конитель какую-то. Десять. Клубнику засунул я! Клубнику! Окей. Кошечку. Маленькую такую, малюсенькую. Петенка. Вот туда. Вот так, дай на нее туда. Вот так вот, кошечку, кисоньку. А я взял банку эту и, знаешь, вот... Козявку засунул туда, понял? Вот взял вот так вот и засунул туда. Что скажешь на это ты? Ну-ка, ну-ка, я знаешь, что скажу тебе? Десять я тебе скажу. Я так не делал, не важно. Десять я тебе скажу. А вот уже и. Сейчас будем делать. Восемь. Семь. А я возьму... Шесть. Кишку какую-то достану и вот ее... Кишка. Кишка. Как еда, понял? Ладно, кишка. Я Киров беру. Для колбасок. Киров, ду... Вот-вот. Сейчас Киров обиделся. Нет, ладно, слушай, я взял банку. Взял банку и такое просто... Как... Десять. Девять. Клеймо. Было. Семь. Шесть. Пять. Четыре. Конус. Конус я засунул туда. Конус игрушечный взял, засунул. Конус, ну в смысле конус, игрушка. Круг. Круг, блядь. Хорошо, взял банку от машинки, от маленькой колесо и засунул. Ну неплохо. Ну допустим. Я из Калининграда. Пусть сами разбираются на самом деле. И там Балтийское море. Рыба водится такая. Камбала. Хорошо, а вот ты вот эту Камбалу засовывай. Я туда краба забихнул в твою Камбалу вот так вот. А я Карася. Карася? А как тебе насчет... Чего? Десять может быть? Может быть девять? Может быть насчет восьмерки? Семь. Семь. Шесть. Карнавальная маска! Козырями пошел. Вот так вот. Я хранил это. Ты про жену вспомнил будущее? Да. Карандашик туда. Раз. Кисель я налил сюда уже. Что ты хочешь? Хватит. Остановись. Короче, я сыры люблю. Сыр такой вот. Его запекаешь в микроноложеное, кладешь и камамберчик такой. Вот он как разки примерно вот так вот. Шайба прям. Ага, ага. И, по-моему, десять и, по-моему, две. А что скажешь, если вот сверху всего этого, как крота, захерачил его туда? И ни кота твоего, ни с селедки, ни камбалы. Все, понимаешь? А после крота что идет? Кролик. После крота кролик. А тут что скажешь? Как бы, а на кролика что мы можем ответить? Можно сказать, можно ответить десять. Нет, на кролика можем сказать максимум, знаешь что? Кость берешь просто и засовываешь кость сюда. И все. Надо, иди сюда. Все, назад, наверное. Вот, а что я тебе могу сказать? Десять, девять, восемь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Какашка, можно было сказать. Жена моя, видишь, спасла меня, вытащила меня. Даже здесь, даже здесь. Можно было много чего сказать, просто ты, как бы, прострация. Как же квас! Ну, получается, у нас было три слова. Ты уже два раза выиграл. Третий, наверное, нет смысла играть. Ну, да, да. Ты выиграл. Блин, ну это было охранительно. Спасла, спасла. Трампо очень круто. Трампо очень круто. Итак, все, последний прокрут на сегодня. Выпадет ли Феррари или нет? Пойдем. Давай. Помните, листок? Вообще, давайте, вот вы, дорогие наши зрители, вообще, посмотрите, что Жека делает. Ну, правда, вот я прям офигел от масштабов вообще. От команды, которые, ребята, все здесь. Невероятно крутые. Почему не все здесь, прикинь? В любом случае, просто огромное спасибо за приглашение, Жека. Это прям здорово. Спасибо вам, ребят. Большое спасибо. После такого Феррари падает обычно. Спасибо вам, что вы приехали. Это было здорово. Ну, да, если типа сейчас еще и на после этого Феррари выпадет, пацаны, ну, это, конечно, вообще разрыв. Проверьте свой директ, возможно, я вам написал. Ну, там, типа, вот эти люди. Да, кстати, я случайно в директ листал. Случайно листал. Случайно. Блядь, я поверил. Блядь, чуть-чуть. Я думал, типа, ну, вот, вот, я тоже, я, знаешь, я просто такой, я такой, а, блядь, сука, как это волнительно. Значит, будет третий выпуск, пацаны. Значит, будет третий выпуск. Ух, блядь. Все разы до этого, что крутили колесо, я не стрессовал, а вот сейчас я прям очканул. Вот сейчас я искренне такой, все, походу, хана. Фера, держись, держись до конца здесь. Ну, мне, по крайней мере, нравится размер. А, размер, да, 14. Размер неплохой. Блядь, это наебалово, она узкая. Что же там в этом контейнере? Ой, ой, ой. Блядь, телескоп, блядь. Спасибо. Это робот-пылесос. Да, хотите историю? Смешную историю. Ребята, недавно я купил себе робот-пылесос. У меня, у меня есть собака, французский бульдог. И, знаете, очень классный робот-пылесос. Он направляется с телефона, ты можешь включить в любой момент его там, из любой точки мира. И как-то раз я такой, типа, еду домой, думаю, блин, будет здорово, если сейчас, ну, я включу, просто там, пыль соберет и так далее. Я совсем забыл, что собаке есть свойство какать. И, знаете, когда я пришел домой, и весь пол моей квартиры вместо камня и ламината у меня было все в дерьме. Это было классно. Советую, если у вас домашние животные, покупайте робот-пылесос. Классная штука. Теперь у тебя и будет у вас. Нет, там он сломался, все, я его выкинул. Там не спасти его. Это специальный, этот, антикакашечный. Антикакашечный, да? Который не размазывает, а в себя всасывает. Блин, ну классно. Слушай, здорово. Блин, все, с подарками. Ну все, ура. Все рады, на самом деле. И ребята повеселились, и мы повеселились. И при подарках остались, и я при Феррари еще остался пока. Вот, так что, следующий выпуск не за горами. Ждите. Пока. Я дождался, я дождался. Я пришел за Феррари. Или за телескопом. О, красная, красная, красная. Какой-то беспредел тут происходит. Беспредел, я тебе говорю. А я бы помидоры. Думай, думай пока. Нет. Стой. Дебетовая карта Тинькофф Блэк теперь в четырех дизайнах от современных стрит-арт художников. Вы сможете получать до 30% кэшбэка настоящими рублями. Закажите карту Тинькофф Блэк в лимитированном дизайне по ссылке в описании прямо сейчас. И получите стикеры в подарок. И повторять ей лишь одно.